Ребят, всем привет! Вы, как обычно, на канале Евгений Радис. Сегодня будет такое небольшое видео. Продолжение, вторая часть. Первую часть я оставлю по ссылке. Я сейчас двигаюсь по трассе М12. Восток, соответственно, выехал со стороны Северо-Восточной Форды по МСД в Москве и пересек злополучный светофор с улицы Салтыковская. Кто его воткнул, не понимаю. И уже сейчас иду по платнику в сторону Владимира. Сегодня мы поговорим про то, почему здесь не везде есть сотовая сеть и почему она не так быстро появится. Расскажу подробно. Кто не подписался, подписывайтесь. Ну и вперед. Поехали. На спидометре 130. Красота. Еду я, конечно, на дачу. Дача под Владимиром плюс-минус. Вот там багажник, наверное, видно. Это мое увлечение. Я, может быть, даже где-то затрагивал эту тему. По первому образованию я ботаник. Хорошо разбираюсь в почвоведении, хорошо разбираюсь в растениях. Практика маленькая. Сразу скажу, не буду хвастать. Многие знания растерял, поскольку отучился. А потом уже всю вот жизнь, уже больше 30 лет увлекаюсь радио. Так вот, вернемся к радио. Дело вот в чем. Кто ездил по трассе М-11, знает... Я буду поглядывать за обстановкой. Знает, что приблизительно через каждые 5 километров стоит базовая станция, на которой висят антенны. И мы на протяжении трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург имеем хорошую достойную связь. На М-12 мы тоже видим столбики, я их показал. Но часть из них уже наряжена, и мы видим сеть самых разных операторов, а часть нет. Дело вот в чем. Операторы не очень охотно заходят на эти точки, на эти объекты, по одной простой причине. Сейчас сразу скажу, это мое личное оценочное суждение. Ну, вы поняли, парни. Дело вот в чем. Дело в том, что арендные условия таковы, что, условно говоря, вот прямо на прямой математике, я бы прям с потолка беру некую цифру 10. Что за 10, там сами думаете. Вот 10. Аренда столбика. На следующий год будет 20. Понимаете, да? Кому такие условия нужны? Никто, естественно, не хочет заходить на такие условия, поскольку это, в общем-то, очень невыгодно для операторов. Но, тем не менее, нам с вами, потребителям, чего? Нам надо связь. Вы там наверху разбираете в своих кабинетах, а нам нужна связь. Поэтому, конечно, все они здесь появятся. И вы спросите, как же это все будет работать? У нас базовые станции идут через 5 километров, а кто на них? Там что, получается, у каждого оператора своя антенна? Помните, мы разбирали антенну, смотрели. У каждого оператора свой РРЮ-блок, свой транспорт и так далее. Транспорт – это связь между базовыми станциями. Сейчас, наверное, так получше будет, да. Хорошая погода парка. Без 5 минут октябрь. А у нас в московском регионе там 20 градусов, а сейчас утра едут 15. Так вот, будет некая такая новая сеть, владельцам которой будет условный, там, я не знаю, в кавычки поставим, Автодор, сеть Автодор. И на этой сети будут подвешены все наши 4, там, или больше, провайдеров. Ну, это по принципу, знаете, чтобы было понятно для тех, кто далек от связи. Это, условно говоря, йота-мегафон. Что такое йота-мегафон? Да, йота на начальном этапе строила свою сеть, 2600 МГц ЛТИ. А потом, в определенный момент, мегафон ее поглотил, произошло слияние, сети объединились, и практически везде, в 99,9 в периоде, базовые станции мегафон обслуживают и абонентов йота. Поэтому йота-мегафон одно и то же, но у йота, как таковых, своих базовых станций уже нет. Вот то же самое будет и здесь. Там, где сейчас белые пятна, или серые пятна, как угодно их называйте, там они таковые, поскольку еще операторы сюда не зашли. Государство, вот перед сейчас такой точный, прям конкретный, я знаю, что говорю, государство, безусловно, заставит, не то, что создаст условия, а заставит операторов зайти на эти столбы. Поэтому, я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим прекрасное покрытие большой четверки, МТС Билайн Мегафон Телли-2, на протяжении всей трассы М-12. Каким образом это произойдет, я вам рассказал. То есть, несложно, несложно. Поэтому мы здесь получим и хороший ЛТИ, и хороший GSM канал, и у нас здесь будет нормальная связь. Так что, ребята, ждем. Ну, а пока что получается? Вот я, допустим, проезжал от МКАДа до СКАДа, потом до А-108. Везде связь есть. Ну, вот я пользуюсь йота-мегафон, связь есть, МТС связь есть. Кто-то, если чем-то еще пользуется, пишите комментарии, мы их будем закреплять, чтобы все увидели. От А-108 до Владимира не очень хорошая ситуация. Есть серые зоны достаточно большие, но, тем не менее, еще раз говорю, их скоро покроют. Вы меня спросите, как решить проблему, чтобы вот на таких трассах улучшить сигнал. Два совета. Если вам нужен чистый интернет, и вы постоянно в пути, условно говоря, вы там водитель, который регулярно ездит по таким трассам, тогда лучше всего, конечно, в машине поставить Wi-Fi роутер LTE-шный, к нему подключить две внешние антенны, по ссылочке в описании, там, что это за антенна, небольшие антенны, 5-6 децибел, достаточно. Почему две? Потому что технология MIMO, чтобы скорость была в два раза больше, чем обычный роутер. И, соответственно, в этом роутере у вас должна быть сим-карта, которую вы будете оплачивать по вашему тарифу, который вы выбираете. Это идеальный вариант и самый недорогой вариант для тех, кто постоянно передвигается в автомобиле по трассам. Что это дает? Это дает условную такую, почему условную, это мы догадаетесь, условную прибавку покрытию относительно обычного телефона, относительно обычного модема, там, торчащего в USB-порте. Примерно плюс 30-40%. Потому что у вас внешние антенны, их две штуки, ставьте одну слева, другую справа, обязательно на крыше, не на крышке, багажник, а на крыше. И эти антенны имеют коэффициент усиления положительный, они хорошо фокусируют сигнал по плоскости 360 градусов, прижимают его по горизонту, по градусу 55. Поэтому вы можете получать сигналы интернета, сигналы сотовой сети, на которых у вас интернет, примерно на 30-40% дальше от базовой станции, чем это может делать ваш смартфон или ваш какой-то модем, или просто тот же роутер, но без внешних антенн. Особенно, если у вас, допустим, термальная пленка, тогда обязательно внешние антенны. Транспондер денежку списал, грусть печальна. Так вот, вариант номер два, это усилитель сигнала сотовой связи, репитер. Здесь первое, я уже много раз объяснял, репитер должен иметь сертификат. Почему я объяснял, смотрите уже мои предыдущие видео, это не просто наклейка, не просто баловство, он должен иметь сертификат, он не должен давать помеху в сотовой сети. Второе, усилитель должен иметь 5 диапазонов частот, в идеале даже 6, я их вам буду перечислять. 800 МГц, 900, 1800, 200, 2300, вот такой репитер вы не найдете, но я думаю будет, и 2600. Вот 5 диапазонный репитер, автомобильный, не домашний, не бытовой, а автомобильный. Он, безусловно, составит у вас внутри салона автомобиля, хороший уровень сигнала, и, условно говоря, расширит зону действия базовых станций и еще больше. Вот по моим оценкам, которые я делал в экспериментах, у меня были поездки по трассам, я показывал такие видео с репитерами, раза в два дальше. Я приезжаю на место, где у меня телефон уже ничего не покрывает, где 1207 ничего не покрывает, телефон уже, там, одно деление, оно пропадает. Я в машине раз, включаю репитер, и у меня практически полная шкала, там, из 5 делений, 4 деления. Я могу звонить, у меня есть интернет, и 3G, и 4G. Почему автомобильный репитер? Они ведь дороже, они дороже, чем репитер обычный бытовой. Дело в том, что у автомобильного репитера очень сильно другая архитектура. Уже до ЦКАДа добрались, моментально вообще. 15 минут, я плюс минут уже на ЦКАДе. Другая архитектура. Она отличается тем, что мощность передающего тракта гораздо больше, чем у обычного бытового репитера, и уровни автоматической регулировки усиления имеют более ярко выраженные ступени. Пока мы едем, мы же к базовой станции постоянно приближаемся, приблизились вплотную, отъехали еще больше далеко. И вот автомобильный репитер умеет делать в очень таком быстром, интенсивном режиме изменения уровня усиления. То есть мы никогда не мешаем работе сотовой сети. Если бы такого не было, то как только мы подъехали к сотовой сети, к сотовой вышке, происходит перенасыщение сигналами, и мы глушим эту базовую станцию на эти секунды, на эти минуты, если мы под ней встанем. Поэтому так нельзя, должен быть автомобильный репитер. И второе, не менее важное, то, что на внутрисалонную антенну, как правило, в подлокотник ее кладут, или в ноги, если у вас, допустим, там, как мы говорим, членовоз, под заднее сидение вы кладете эту антенну, там небольшой коэффициент 3 децибела, и мощность всего-навсего 0 dBm. Вот обычный репитер, например, может быть там 20 dBm, а здесь 0 dBm. То есть это ничтожно маленький сигнал, который сопоставим там с Bluetooth-наушником. Понимаете? То есть уровень излучения очень низкий. Для чего это сделано? Для того, чтобы сигналы комнатные, внутрисалонные антенны не уходили за пределы салона, крыша, металл все экранирует, и этот сигнал не закольцовывался с антенной, которая находится снаружи. На репитерах, на хороших репитерах, тоже ссылочку дам на такие репитеры, прям отдельно, посмотрите в описании, ссылка на автомобильные репитеры. На них есть индикация, вы можете один раз настроить всю эту систему, и дальше она автоматом будет поддерживать. Какие минусы у репитера против первого решения, когда у нас роутер и две антенны. Минусы такие, что нет технологии Майма. То есть в условии, когда мы находимся в зоне действия репитера внутри салона или внутри дома, например, репитер, у нас ЛТЕ будет практически всегда в два раза медленнее, чем антенна Майма или две антенны автомобильные, которые выполняют функцию Майма и репитер. Репитер не может работать с технологией Майма. Два репитера ничего не даст. Светналы закольцуются, все у вас, все встанет. Это минус. И второй минус, конечно, цена. Хороший автомобильный репитер, ребята, который действительно хорошо работает. Не то, что там на Алиэкспресс, воротло какое-то, а сейчас и на Озоне и так дальше. Там много. Опять же, это мое личное мнение. Хороший репитер стоит дорого. Надо тщательно выбирать, требовать сертификат у продавца и не какой-то там европейский, китайский сертификат, а именно сертификат Минкомсвязи России. Мы же с вами в России находимся. Сертификат Минкомсвязи России. Минкомсвязь никогда не выдаст сертификат на репитер, который фанит. Это маленькая ремарка от меня. Ну, а какие плюсы? Плюсы то, что вы один раз купили, пользуетесь. Все, никакой абонентской платы. В репитере сим-карты нету. Соответственно, один раз его поставил, один раз там настройки сделал или включил режим авто и все, у вас все работает. Один за колоночкой Газпрома. Недалеко от Скада, кому интересно, отъехал там чуть-чуть. Шикарный Газпром. Так что, ребят, вот так. И вот базовый Санте, кстати говоря. Сейчас посмотрю, насколько она здесь покрывает. Ну да, есть сигнал. Причем хороший сигнал. Все, парни, девчонки, не буду задерживать вас сильно этим видео. Сказал то, что хотел. Надеюсь, данная информация для вас полезная. Подписывайтесь на канал, не забывайте оформлять подписку, поскольку я периодически выкладываю интересный контент. Я вижу по обратной связи, что вам это нравится, что для вас это актуально. Ну и все доброго. С вами, как обычно, Евгений Радисов. Лайки, ребят, ставим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok